МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первыми участниками конкурса стала династия Городецких. Их ансамбль состоит из пяти сестер, этнических белорусок, проживающих в селе Архангельское Козложарского района. 15 лет они радуют североказахстанцев своим творчеством. Принять участие на этот раз вместе с ними решили также внуки и супруг одной из сестер. Справно и спокон веков, справно и спокон веков, проживаем весело. Продемонстрировать свои таланты могут любые творческие коллективы. Семейные дуэты, трио, квартеты. Нет и возрастных ограничений. Достаточно разместить свой видеоролик в социальных сетях под хэштегом БарликАНКСКО. Уже сейчас в интернете под этой отметкой выложены десятки номеров. Активное участие принимают взрослые и дети. Здравия, покоя, сгоды и едности. Но, надо сказать, филиалии областной ассамблеи – это не единственное запланированное мероприятие. Североказахстанцев ждет насыщенная праздничная онлайн-программа. В банках празднования представители областной ассамблеи приняли участие в челлендже, где члены этнокультурных объединений поздравляют всех граждан с праздником. Кроме этого, стартовал виртуальный фестиваль «Брилегом Жараскал», который состоит из цикла мастер-классов в онлайн-режиме. Мастер-классы у нас подразумевают следующее направление – приготовление национального блюда, демонстрации национального обряда, игр, мастер-класс по возрождению национального ремесла. Оценивать работу участников будут профессиональные эксперты. Итоги конкурсов подведут в день 1 мая. Победители наградят ценными призами. Анна Куликова и Гири Муканова. Новости МТРК. В дистанционном формате проходят и детские творческие конкурсы. Желающие могут показать свои способности, не выходя из дома. Так и поступила 12-летняя Ангелина Аракелова. Сейчас девочка участвует в пяти конкурсах – городском, в двухобластных и республиканских. А недавно Ангелина по почте получила медаль и диплом за участие в международном онлайн-фестивале. Она исполнила песню из репертуара «Злата Огневич» «One Day». Юная певица своим выступлением смогла завоевать сердца жюри. Взяв первое место, получила сертификат на бесплатное участие в конкурсах фестиваля города Бишкек, а также Турции. Сейчас я участвую в конкурсе «От созвездия талантов». Обычно в любом даже онлайн-конкурсе есть члены жюри. Но в этом все зависит от новородного голосования. Сделать по-настоящему интересный классный час – та еще головоломка, рассказывает Серик Смогулов. За шесть лет работы в 17-й школе он провел много тематических предпраздничных уроков. Чем старше дети, тем сложнее их удивить. Предвыпускные классы не воспринимают всерьез задания по типу «прочитай стих», «подготовь» или «посмотри видео» или «фильм». Все же главная его задача, как учителя истории – провести им интересный и понятный краткий экскурс во времена, когда праздник 1 мая только появился. Рассказать, как он трансформировался, как менялось к нему отношение казахстанцев. И вот когда учащиеся на связи можно приступать к началу классного часа. Вы знаете прекрасно, что 1 мая наша республика отмечает праздник Дня Единства Народа Казахстана. Ребята, кто может поведать нам историю первомайского праздника? Страны бывшего Советского Союза этот праздник имел много лет политическую окраску. Отмечался демонстрациями, массовыми явлениями. Отмечался портретами политических деятелей. Проходил он в формате диалога. Каждый мог высказаться, поделиться интересной информацией. Серег Смогулов говорит, что привыкнуть вести занятия онлайн сложно, но только в начале. Затем это уже вошло в привычку. Как у него, так и у ребят. Очень хороший контакт налажен. Они достаточно очень быстро освоились. Работают все слаженно. Ну, я думаю, что все зависит, конечно же, от, все-таки больше от учителя. Потому что, если же учитель сам будет очень благоприятно настроен к самому процессу обучения, то, конечно же, дети также будут отвечать ему с таким же интересом и будут работать. Работает с интересом и огоньком в глазах. С ним Саяшка Ирулина каждый день приходила в школу-лицей Альфа-Раби. Она признается, что иногда ей казалось, что это дети учат ее, а не она их. Вместе каждый день они совершали новые физические открытия. Теперь делают это через интернет. В этот раз вовсе обсуждают не естественные науки, а праздник. Говорят о нем и поют. Дарья Пышмынцева, Михаил Казначеев, новости МТРК. Бархат, велюр, плюш, нежный материал, расшитый пайетками и старая добрая швейная машинка. Алмажа Махаева купила ее в студенческие годы. С той поры использовалась она не часто, да и не для души, а по необходимости. Чтобы подшить одежду, домашний текстиль. Его изготовление всегда было любимым хобби жительницы села Байтирек. Но заниматься им так часто, как хочется, бухгалтер по профессии начала только после выхода на пенсию. У меня рукоделием занимались мама и бабушка. Маленькая я любила за ними наблюдать. Подросла и начала учиться. Мне всегда нравилось что-то создавать. Работа занимала практически все мое время. Но любимое хобби его просто не оставалось. На пенсии я могу хоть каждый день заниматься рукоделием. Заниматься и учить близких. Правда, семейные уроки шитья на время карантина пришлось приостановить. Рукоделию она обучила дочь. Любовь к нему хочет привить теперь внучкам и правнучкам. Я стараюсь сначала подобрать цвета. Если они не будут подходить, готовое изделие потеряется. Его никто не захочет взять в руки, рассмотреть. После того, как принимаю решение по цветам, приступаю к пошиву. Заниматься этим делом нужно только в хорошем настроении, поделилась секретом рукодельница со стажем. Для нее очень важно передать свои навыки юным членам семьи. Ведь создание домашнего текстиля для кочевого народа – не просто занятие, а традиция. Они есть у каждого этноса. Дарья Пашмонцева, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин